В Терновке возрождают традиции. Воскресенье всех приглашают на праздники Ролейса. Будут угощать голубцами, местной выпечкой и покажут обычаи. И у нас сегодня в гостях хранительница дома-музея, касса Караман, Наталья Толченко. Доброе утро! Доброе утро! С наступающим праздником! Спасибо, с наступающими, с настоящими. Да. В Сарбеториле Кубине. О! Мы пребываем сейчас в самое красивое время года, когда насыщено все праздниками, атмосферой, весельем, радушием, щедростью, калятками, радостью, незабываемой. Это здорово! Ну расскажите нам о празднике Киролейса, Лейса, что это такое? Киролейса, Лейса Дамме. Так мы назвали свой праздник, который мы хотим его укоренить. В этом году у нас был четвертый выпуск. Что такое Киролейса? Само слово греческого происхождения, Киролейса, что в переводе означает «Господи помилуй». Давным-давно, когда только зарождалось христианство, когда начинались службы церковные, все церковные служители были греческого происхождения, естественно, службы проходили на греческом языке. В крещение Господне Батюшка обходил каждый двор, каждое хозяйство, окроплял святой водой, потому что вода освящается на крещение Господне, благословлял на здоровье, на урожай, на благополучие, на год вперед. Каждый хозяин, каждая хозяйка очень ждали самого Батюшку. И для того, чтобы все было готово, чтобы не опоздать к ему приходу, значит, дети и взрослые, которые сопровождали Батюшку из дома в дом, они кричали «Киролейса, Киролейса, Киролейса дом!» То есть, Батюшка идет, готовьтесь, открывайте двери, зажигайте свечи, лампадки. Ну, лампадки и так горели круглосуточно. В общем, и вы будете открывать двери для всех. Конечно, двери открыты для всех. И, конечно, первое слово будет настоятели нашей церкви. Он нам благословит наш грядущий год на здоровье, на благополучие, на урожай, на угощение, на хорошую, светлую жизнь, на мирное небо. Да. Но хотим узнать, вот какие обычаи будут непосредственно на празднике? Что мы можем увидеть своими глазами? Вы там можете увидеть зрелище. Да. Это мы так считаем. Значит, мы проводим, мы, Каса Караман, это место проведения праздника. То есть, адрес, куда можете приехать, это Терновка, Пушкино, 6-8. Значит, там два котельства рядом. Но этот праздник готовят вместе администрация села, Дом культуры, общественная организация нашего села, Мотивация, средняя школа, театральные группы, в общем, хозяйки села. Там все село у вас будет. Все село включилось в этот праздник. Поместимся? Я думаю, поместимся. Не поместимся во дворе, поместимся на улице, на дороге. Вынесим столы. Если не поместимся и там, рядом площадь Дома культуры, и, думаю, наше село всех примет. Отлично. Знаем, что будут конкурсы голубцов. Да. О, это уже традиционный конкурс. В прошлом году, давайте я отмечу, я была на этом празднике, было очень вкусно, было очень много гостей. Многие местные хозяйки так потрудились. Вот такие голубцы были маленькие. Это же просто ювелирное искусство. Вот так нужно сделать. Это сколько нужно маленьких голубцов съесть, чтобы наесться? Ну, там было много. Были разные, на самом деле, самые разные. Как в этом году? В этом году участвует больше хозяев. У каждой свой рецепт, своя форма, свои ингредиенты, свои пропорции. Я думаю, что они этим делиться не будут. Как так? Очень просто. Для того, чтобы можно было один раз в год приехать в Терновку и все это пробовать и созерцать. Ну, конечно. Где-то на ушко кто-то кому-то шепнет. Лучший рецепт. Значит. А как, то есть можно будет успеть попробовать все, да, по чуть-чуть? Здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, чтобы попробовать и выбрать. Ну да, то есть это же конкурсанты. Да, конкурсанты. Мы думаем пригласить в дегустационную комиссию определенное количество людей. У нас требования к участникам, к конкурсантам, к участникам нашего конкурса. Значит, образцы на дегустацию будут уже готовы. И они в отдельном помещении дегустационной комиссии обязательно оценят. Час. Поэтому это все будет объявлено. Но посетители, гости, туристы, односельчане смогут попробовать и купить. Мы в этом году хотим организовать конкурс продажу. Вот так. Даже так. Это как на свадьбах торт продают. У вас будет продажа. Голубцы, да. У кого больше купят, тот и победил, да? Ну, эта комиссия будет решать номинации. Какие номинации выставит на конкурс. Хорошо. Ну, мы думаем, все будут выглядеть достойно, потому что хозяюшки переживают, очень ждут, чтобы их оценили по достоинству. Ну, потому что голубцы в Терновке – это особый рецепт. Вот. Надо приехать за этим рецептом обязательно. Так. А во сколько начало всего этого торжества? Начало мероприятия в 12 часов. Мы планируем провести обряды. К нам приезжают гости из села Кошница. От Басарского района с программой, прям с целым спектаклем, можно сказать, новогодних обрядов. Будут выступать кружки художественной самодеятельности нашего дома культуры. Просто жители села, которые... У нас будет свободный микрофон, любой желающий. Открытый микрофон. Открытый, да. Кто захочет сказать приветственное слово, поздравительное, колядки, гуратуры. Потому что Святой Василий 14-й, это на второй день. То есть разгар праздников, самых красивых, самых насыщенных, стихотворной форме, всеми пожеланиями. Поэтому приглашаем прийти не просто посмотреть, а еще и взять микрофон в руки и попробовать себя в качестве артиста. Здорово. Но кроме голубцов, там еще будет местная ваша выпечка. Вот поделитесь, где она готовится. Это тоже вот в печи, все так, как было раньше. Тот, кто придет в 12, тот сможет увидеть, как эти сковородки будут идти в печь. О! Да. И спустя 40 минут, то же самое, увидят, как они из печи вынимаются, и мы их в сторону. Сразу будут угощать всех. Будем угощать, ну, за символическую плату. Это понятно. Хорошо. Ну, дресс-код. Я так понимаю, что тоже нужно искать костюм, как у вас, или же... По поводу дресс-кода я хочу сказать. Мы взяли на себя большую смелость проводить такие мероприятия в зимнее время и переживаем, конечно, за состояние здоровья после нашего праздника. Поэтому очень просим в дресс-код включить теплую одежду, теплую обувь и будем очень благодарны тем посетителям, которые возьмут на себя смелость все это преодолеть. Но, тем не менее, у нас будут гореть костры, у нас будет отапливаться дом-музей, куда можно будет зайти, погреться, если в случае, мало ли, в случае непогоды, у нас есть небольшой поднавес, я думаю, непогода нам будет не помеха. Это точно. Ну, с такими танцами, с песнями. Кстати, в этом году у вас еще участвует и Аврамов Бэнк, да? Да. Ребята согласились создать нам атмосферу, начиная с 15 часов. До 15 часов наш фон будет создавать дом культуры с прекрасным музыкальным оформлением, с тоже калятками, с песнями других ансамблей. Поэтому мы считаем, что, мы думаем и ожидаем, что будет очень так уютно, по-семейному, все вместе будем отмечать праздник. Вот вы сказали, что у вас есть дом-музей, и знаем, что к вам захаживали туристы с разных стран. С каких стран посещали ваш дом? Вот в этом году давайте, если бы брать. Дом-музей Касакараман посетили, по-моему, все страны. Проще сказать, из какой страны не были, из Шри-Ланки точно не были. И так, все страны, представители всех стран, у нас есть представители всех стран, которые отметили дом-музей в книге отзывов. Мы очень этому рады. Здорово. А на этом празднике ожидаете гостей иностранных? Мы ожидаем туристических агентов, которые в день Киролейса приедут с гостями, с группами, которые они сформируют до этого времени. Отлично. Так, ну что, еще раз напоминаем, друзья, уже в это воскресенье, 15 января, в Терновку, всем следует приехать, чтобы поучаствовать, чтобы посмотреть, как отмечают праздник Киролейса Лейса, да, какие обычаи, поучаствовать в конкурсе голубцов, попробовать самые вкусные, да, и, конечно же, насладиться этой атмосферой сельского, вот такого туризма. Вам большое спасибо. Отмечаем, что у нас сегодня в гостях была хранительница дома, музея, касса Караман, Наталья Толыченко. Вам всего доброго, удачи и с наступающими праздниками. Спасибо.